Хорнет Марк 3 Но первый самолет был готов только 20 июля 1944 года Но на испытаниях новая машина показала отличные характеристики, что подтолкнуло министерство к заказу сразу пяти сотен истребителей Но не только королевским военно-воздушным силам понравился новый самолет Теперь и флот хотел получить подобную машину В конце 1944 года четыре Хорнета модификации F Mark I переоборудовали в морские истребители-бомбардировщики Так на свет появился Сиг Хорнет Он получил складывающиеся крылья, тормозной гак, усиленные стойки шасси и многое другое Шершинг в боях Второй мировой войны не участвовал Отличился он только в Малайзии, нанося удары по силам партизан В дальнейшем реактивная авиация вытесняла Хорнета и его морскую версию, что вполне типично для поздних поршневых самолетов Итак, знакомство с Шершингом состоялось и теперь мы вполне можем ознакомиться с его характеристиками А они у нас неоднозначные Ну и так, начнем со скорости у Земли Она у нас 640 км в час Очень даже неплохо на БРе 5.7 тем более Стоит помнить о том, что скорость это один из главных наших плюсов В любой непонятной ситуации следует бежать Кто-то рядом с тобой вертится и ты пытаешься понять, сможешь ты его перекрутить в той или иной ситуации или не сможешь Ну и собственно говоря, если есть какие-то сомнения, лучше улетай Машина динамичная, скоростная, так что спасет и не раз Ну а коль вяжешься в бой, впрочем, об этом мы чуть позже поговорим Флаттер у самолета хороший, 780 км в час Да, есть машины с более серьезными показателями, но этого хватает за глаза Нагрузка также порадовала, 780 км в час То есть на этих скоростях можно активно маневрировать, не боясь потерять крылья Ну или еще что-нибудь Маневренность, к сожалению, печаль Дело в том, что машина посредственно маневрирует, что через вертикаль, что просто в горизонтальном вираже Тут прям вот ничем не выдается Закрылки нисколько не помогают Во-первых, они имеют серьезное ограничение по скоростям А во-вторых, они даже в положении посадка не позволяют нам, ну вот, что-то прям замечательное показать Увы, но машина проигрывает практически всем В этом плане я вспоминаю Kia 83 японский И я вспоминаю TigerCat И, блин, ну до чего же эти машины-то хороши? Они могут и вираж, они и скоростные тоже Но вот наш герой немножечко не про это Идем дальше Скороподъемность И это второй наш главный плюс В общем-то машина лезет наверх очень быстро Ко всему прочему, она имеет воздушный старт Она появляется на старте перехватчиков Ну и спокойно идет наверх и захватывает высоту Ну и дальше просто не дает туда залезть противнику Ну и, конечно же, перехватывает бобров А их бывает довольно-таки много Идем дальше Скорость крена В принципе, сама по себе она у нас хорошая Ее достаточно Но есть некоторая проблемка Если кто помнит, одно время у грифонов были проблемы со скоростью крена Вообще с креном То есть их поперечно раскачивало при выполнении бочки Вот у нас примерно то же самое Ну, может быть, не так ярко выражается Но, тем не менее, есть Есть эта проблема И если ты маневрируешь Либо просто пытаешься докручивать за убегающей Активно маневрирующей целью То вот тут, конечно, может быть не очень комфортно И нервы придется свои потратить Так что не все так просто с этим самолетом Ну и теперь посмотрим на закрылки Чего же там с ними такого? Ну, во-первых, боевые всего лишь 360 Ну, как-то не вполне серьезно Ну, правда, можно, можно кратковременно выпускать И тут же убирать их до 400 км в час Все, что выше, это практически моментальный отрыв Но тут уж поаккуратнее нужно быть Не зазевайтесь Взлетные 330-340 км в час Где-то так Ну и посадочные всего лишь 280 Ну, может быть, 285 Короче говоря, тут от закрылок ждать чуда не приходится Вам они практически никак не помогут Переходим к вооружению Вооружение замечательное Фюзеляжи в носу 4 20-мм пушки Бритиш-Испана Марк-2 Боекомплект 600 снарядов Довольно-таки неплохо Кроме того, у нас есть довольно-таки разнообразное Ракетно-бомбовое вооружение Ну и, к примеру, самые интересные сетапы Это 8 штук ракет РП-3 Либо же такой комбинированный сетап 4 штуки РП-3 Плюс 2000 фунтовых бомбы Ну, наверное, самый-самый такой адекватный сетап Для совместных боев Но все же нужно признать, что бомбовая нагрузка Не впечатляюще Ну и, как бы, вот такой аналог Тегеркета у британцев Его, конечно, можно брать в совместные бои И, возможно, даже нужно Но все же-таки, знаете, что не так все просто с ним Ну что ж, и теперь Когда мы уже смотрели машину Пощупали, знаем, на что она способна Отметим дополнительно некоторые нюансы по ней Плюсы и минусы Чтобы уж совсем не возникало никаких вопросов И можно было смело брать Хорнета И лететь воевать Ну и так, насчет минусов Машина плохо выводится из пики Об этом стоит помнить Поосторожнее нужно быть Иначе будут вас ждать неприятности На вертикалях то же самое Поосторожнее Противник спокойно вписывается в ваш радиус Машина слишком сильно сливает высоту на вертикалях Ну и дальше заходят вам на 6 и уничтожают Так что старайтесь не вертеться Закрылки, как я уже говорил, не сильно спасают Да и ограничения у них скоростные и серьезные Так что на них особо не рассчитывайте Еще одна проблема У нас нет воздушного тормоза К сожалению А ведь если бы он был Штурмовать было бы попроще Да и в принципе в авиационных РБ Можно было бы резко пропускать противника Ну и дальше уже Пользоваться этим Но увы и ах нет его Еще один минус Топливное голодание При отрицательных перегрузках Топливо не поступает И мы теряем мощность К сожалению Это может серьезно подпортить вам жизнь Да и в принципе отправить в ангар Так что помните об этом Старайтесь не допускать отрицательных перегрузок Особенно когда вы только начинаете убегать от противника Вам нужно набрать мощность И конечно же куда-нибудь улететь Ну и если уж вы попали в неприятную ситуацию Дали ручку от себя Пытаясь нарутить ниже Уйти от очереди И наступило топливное голодание Попробуйте взять немножечко ручку на себя И тогда все восстановится Ну конечно же Все зависит от того Насколько противник шустрый Насколько он хорошо стреляет Бывает что не успеваешь Не успеваешь исправить свою же ошибку Но надеюсь у вас такого не будет Ну и пробежимся по нашим плюсам Порадовало что машина способна летать На одном двигателе бывает Вырубают Левый или правый Ну и ты на одном ползешь уже к аэродрому Есть машины на которых это превращается в то еще испытание Но здесь уверенно-уверенно идем на базу Ну и конечно же да Двигатели мощные Машина по этому поводу очень динамичная Очень быстрая Играть конечно же нужно именно от этого Ну и от скороподъемности Вот таким получился шершень в нашей игре Если обзор вам понравился Вы знаете что делать А я с вами прощаюсь Всем чистого неба и отличного настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok